Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Как Кравчук хотел частично оставить ядерку и почему у Кучмы этого не получилось, разберемся буквально за 10 минут. Я был знаком с Леонидом Макаровичем, много раз с ним общался, страшно ему благодарен. Он рассказал массу интересных вещей, он разъяснил мне кучу всего интересного. Так вот, Кравчук был опытнейшим аппаратчиком. Только из-за его биографии его не взяли в центральный аппарат ЦК КПСС и он остался в Украине, заменив собой Ивашка, который ушел на повышение в ЦК КПСС, а Кравчук как бы остался на вторых ролях и вдруг выяснилось, что это самая первая роль. Про Ивашка все забыли, а Кравчук стал первым президентом независимой Украины. И когда у нас стали требовать все-таки отдать ядерное оружие, потому что это всегда было камнем преткновения, Кравчук построил очень хитрый план. У него было абсолютное понимание, что мы не потянем вот это стратегическое ядерное вооружение, которое нам досталось в огромном количестве в этих шахтах. Потому что вот все вот эти изотопы, дейтерии, тритии, без которых оружие не работает, их нужно обновлять. Это стоит дичайших денег. Нам никто не будет помогать вот эту ядерку держать в боевом оснащении, ни Вестенгауз американский, ни русские. В общем, он понимал, что по большому счету бедная, несчастная Украина, где появился уже термин Кравчучка, не потянет таких расходов. Но Леонид Бакарович не хотел, не хотел вот все-таки, вот это суть человека меж крапельками, такой и должен быть политик. Он придумал достаточно хитрый рабочий план, каким образом отпетлять. И вот здесь не дали ему отпетлять, а распетлять ситуацию, конечно же, ФСБшные технологи. Они придумали досрочные выборы. Ему подсунули вот эту вот досрочным выборами идею, объяснили, что вы выигрываете их в одну калитку. Все средства информации наши. Это подтверждает, вот сейчас мы их выигрываем в 10 раз лучше, чем потом. И таким образом, для осуществления вашего плана и увеличения легитимности, Кравчук жалел о том, что он пошел на эту поганку. Он лично мне говорил неоднократно, что это была его огромнейшая, наверное, самая большая ошибка, то, что он пошел на эти выборы. Каким образом Кравчук хотел оставить часть тактического ядерного оружия? Он собирался на Будапештском меморандуме выставить условия Украины, где в случае конфликта стороны были обязаны своими армиями зайти, помочь, отстаивать независимость. То есть поставить условия, которые заведомо не захотят выполнять наши там западные партнеры, но пойти им на уступки следующим образом. Сказать, что тогда, чтобы вы не брали на себя вот таких обязательств, вы берете на себя вот такие обязательства, а мы отдаем вам все ядерное оружие, кроме небольшой части вот этого тактического ядерного оружия, которое будет у вас под контролем. То есть, грубо говоря, вот в этом месте мы не сможем ничего сделать, если ключ на запуск нам не даст Америка. Вот в этом месте мы не сможем запустить ничего, если нам ключ на запуск не даст Великобритания. а вот в этом месте нам ключ на запуск не даст Россия. Таким образом, вы все втроем, как гаранты, имеете контроль. То есть без вашего разрешения этого оружия у нас нет. Оно есть только в том случае, если... Вы понимаете, да? В чем была идея. Вот это вот меж крапельками в Леониде Макаровиче было в самом высочайшем смысле. Он был гением комбинаций, он всю жизнь ухитрялся. Учитывая, что у него были репрессированные в роду, я уже говорил, что биография ему не дала уйти в ЦК КПСС, Советский Союз был построен по этому принципу. Все самое лучшее, самое разумное, самое активное всасывалось в кадровом смысле. Все вот кадры лучшие забирала себе Москва. Кравчук остался здесь, будучи гениальным аппаратчиком и мастером вот этой вот политической интриги. Конечно, было тяжело после ЦК КПССовской жизни перейти уже в демократическую независимую Украину. Поменялось к чертовой матери все. Но нужно сказать честно, что именно олигархическую систему, вот эту модель Украины, не Кравчук. Не Кравчук ее нам подсунул. Это уже дела кучмы. И теперь россияне провели вот эту операцию по подсовыванию Кравчуку прекрасной возможности, как ему объяснили, прекрасной возможности укрепиться, вот срочно вот переизбраться, показать, что он вот сильный и с ним надо договариваться, он. Ну и дальше вся российская пропаганда, когда выборы были запущены, она включилась на стороне кучмы. Кучма тогда был, ну, конечно же, не такой опытный. Кучма был, ну, как бы, производственник. Он руководил огромным заводом. То есть он, ну, как бы, управленцем тоже был грамотным. Но Кравчуку уступал, и ему помогла, опять-таки, на определенных дружеских условиях, на том, что будут дружить с Россией. Ему помогла Россия. Потому что Кучма показался пророссийским, а Кравчук, он уже начал как-то вот уж очень сильно уходить в сторону самостоятельности, что не нравилось. И поэтому вот эти вот выборы их и спровоцировали. То есть вот это желание тут немножко порулить всегда. Вот мне Кравчук рассказывал, они всегда к нам относились высокомерно. Они всегда давали понять, что они старшие, мы младшие. То есть это было невозможно, чтобы они относились к украинцам, как немцы к австрийцам или к люксембуржцам. Ну, понятно, что Люксембург меньше, чем Германия. Но они все равно, немцы ведут себя с люксембуржцами, да, или с австрийцами, ну, вот как равные. Потому что такое поведение приемлемо в цивилизованных странах. Вот ведь русские никогда. Вот россияне, они всегда вот это вот у них было, вот это имперское. И когда Кучма стал президентом, ну, и оказался в ситуации, которая уже была начата при Кравчуке, а ему нужно было продолжить, Кучма был политиком намного более слабым. Потому что если Кравчук был как рыба в воде, то Кучме надо было как-то доказывать свою состоятельность, набирать авторитет, заводить связи личные. То есть ему было непросто, потому что ему надо было укрепляться. Ему надо было и с западными партнерами, и с русскими как-то, и внутри наводить порядок. То есть ему надо было встать крепко на ноги. И вот в этом моменте, где план Кравчука мог бы, конечно, воплотить Кравчук, Кучма пошел навстречу. Он оказался в ситуации, и вот это тот случай, когда россиянцы успешно провели операцию, он дал слабину, он просто не смог сделать то, что смог бы сделать Кравчук. Вот так красиво выпетлять, как замышлялось, у него не получилось, да уже и не могло получиться. За этим его и пропихивали. И мы получили Будапештский меморандум вот в этом виде, в котором получили. Ну а дальше, как вы помните, Кучма, как и Кравчук, сказал, что ложиться под Москву не будет, и взбесил, просто взбесил Кремль своей книгой «Украина, не Россия». Ну и дальше вы помните прекрасно. Вот эта операция по псевдопродаже Кальчук Украиной, которая поставила Кучму ниже Плинтуса в мировой политике. Потом вот эта история с Гангадзе, которую тоже непонятно, как и кто организовал. Ну и дальше вы помните, что революция 2005 года, а сегодня мы, как казав классик, «Май ему, тэшу, май ему». А вас я попрошу не забыть подписаться на мой канал. Обязательно напишите свое мнение по поводу этого вопроса. Лайки, комментарии, репосты. А победа, друзья мои, будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не заширеет.